Дайджест недвижимости Эксперты назвали средний чек по ипотеке в России. По состоянию на март этого года срок оформленных ипотечных кредитов в среднем составляет чуть менее 15 лет. Средняя сумма жилищных займов приближается к 2 миллионам рублей, свидетельствует материал Национального бюро кредитных историй. Ранее Сбербанк оценил средний чек по ипотеке в России в 1 миллион 680 тысяч рублей. По данным банка, более 60% ипотечных кредитов, оформленных в прошлом году, граждане использовали для приобретения вторичного жилья. 33% для покупки квартир в новостройках. Дайджест недвижимости Вторичное жилье в Кирове вновь теряет в цене. Средняя стоимость одного квадратного метра в марте этого года составила 41 829 рублей, сообщает аналитический портал Рекиров.ру. В сравнении с показателем февраля квадрат подешевел на 3,33%. Стоимость квадратного метра в небольших студиях снизилась более чем на 3%, однушки потеряли в цене более 1,5%, двухкомнатные квартиры – 1,3%. Более чем на 2% в сравнении с февралем снизилась стоимость четырехкомнатных квартир. Самым доступным предложением на рынке по итогам марта стала 16-метровая студия в микрорайоне Верхней Черемушки – 570 тысяч рублей. Дороже всего продавали четырехкомнатную квартиру на улице Молодой Гвардии. За 200 квадратных метров продавец намеревался выручить 15 миллионов рублей. Дайджест недвижимости Три семинара по теме ЖКХ проведет для кировчан администрация города. Они состоятся в территориальном управлении Ленинского района. Обучающие секции пройдут 5, 19 и 26 апреля. Семинар в ближайшую среду будет посвящен капитальному ремонту многоквартирных домов. 19 апреля жителям Кирова расскажут про новый порядок начисления платы за общедомовые нужды, а 26 апреля – про благоустройство и содержание придомовой территории многоквартирных домов. На вопросы кировчана ответят представители фонда капремонта, жилинспекции и руководители управляющих компаний города. Время начала семинаров 16.00, адрес Воровского 79, 403 кабинет. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости Субтитры подогнал «Симон»